Всем привет! Недавно я решил перевести предысторию SCP-049 Чумного Доктора, по сюжету которой Доктор это порождение мира под названием Аллагада. В этом видео будет два первых рассказа, но сразу скажу, чтобы их полностью понять, нужно знать SCP-2264 и SCP-701. К счастью, оба объекта уже есть на этом канале, ссылки есть в описании. Доктора и Аллагада. Перевод. Двое коллег сидели в кабинете особняка. Один из них покачивал бокал Брэнди, в то время как другой затягивался из богато украшенной трубки. Его голос нарушил тишину, выпустив облако пара. Не часто такое у тебя бывает, чтобы не было слуг в комнате, Риндл. Что за тяжкий настрой у тебя? Помолчав несколько мгновений, за которые он поставил виски, Риндл извлек журнал в кожаном переплете своего костюма. Я только этим утром получил. Курьер привез. Мое последнее приобретение. Сочинение, написанное жителем мира по другую сторону двери Януса. Глаза гостя расширились при этом. Прошло уже несколько долгих лет, с тех пор, как тайные врата открывались. Где ты нашел такую вещь? И Расмус подался вперед и нетерпеливо протянул свои руки к книге, очевидно желая увидеть ее содержимое. Хозяин протянул свое приобретение и гость его взял. Слепой аукцион мистера Дарка. Это стоило почти как мое летнее поместье. Небольшая цена, отметил Расмус, осторожно открывая книгу. А от какого рода существа эта вещь? Трескающийся и разваливающийся джентльмен, если верить продавцу. Мужчина стремился открыть двери со своей стороны. Он продал эту книгу в обмен на реагента, нужный для своего замысла. Риндл наполнил бокал Брэнди из графина на столе перед его стулом и продолжил. Кто знает, получил ли он, что хотел. И Расмус пробежался по страницам, жажда прочесть описание Аллагада из первых рук. Наконец он нашел, что искал. Вечно изменяющийся золотой лабиринт из бесконечных фасадов и оргий был снова заполнен криками удовольствия, похоти и острого садизма. Прекрасные алые цветы поверх этой замечательной личины старательно танцевали со своими хозяевами в нечестивом танце. Весь лоск джентльменов терялся в этом импульсе. Форменная ирония. Эти мощенные улицы – это благодать для тех, кто хочет следовать вульгарным догмам. И, клянусь проклятыми лордами, они следуют. Похоть этих отступников имеет такое влияние, что даже я, выбравший жизнь безбрачие, почти что сдался этой порче, что влечет к этой отвратительной пакости. Некоторые могут подумать насчет уличных ублюдков, путанных в такие вершины социального вырождения. Наверное, у них отлично отточено чувство юмора. Но к моему ужасу они терпят фиаско даже в этом. Большинство из них даже не может поддержать светский диалог, чуть более чем на несколько слов. Прежде чем они спотыкаются о смесь дешевого Эля и забытия этой реальности, потерянные в своей безумной похоти. Требуется лишь мгновение ока, чтобы они позабыли, что у них спросили. А то и просто проигнорируют. Вопрос теряется на задворках их ума вместе с прочим, чтобы сгнить в море безумие. Воспоминания об этом больше никогда не войдут в их примитивные мозги. Часто отвечающие «Ты знаешь, я…» Обе стороны приходят к немногословному выводу. Ага, но никто не знает, правда ли это. Ибо время извилисто в том, чтобы идти к своей цели. Оно не идет простым путем, оно закручивается и искривляется, проходя через наше существо в реальности этого города. Так что событие не уникально в этом времени. Потому правильный вопрос касательно событий «Никогда, но где?». Долгое ожидание в одной точке может привести ко встрече со старым событием. Но это все не имеет такого значения, как переживание этого повторения того самого первого раза. Во время долгой прогулки можно найти воспоминания о событиях, которые и не могли здесь быть. Я гулял рядом с часовой башней у моего жилища. Она возвышалась над всем на улице, в своем золотом совершенстве, показывая кривыми стрелками на черточки и цифры. В каждый миг или прошедший момент на часах показывался новый циферблат, что сильно отличался от того, что был моментом ранее, указывая на правомерность своего существования в мире разрозненных моментов. Тем не менее, несмотря на все это, мое положение становилось хуже. Моя ненависть превратилась в яд во мне. Страдания требуют, чтобы я погрузился глубже в запретные знания в поисках лекарства. Даже сейчас я не оставляю приготовлений к тому, чтобы вторгнуться в библиотеку космических спекуляций, где, как говорят, знания из всех миров каталогизированы ради кругозора двора греха. Он читал четыре часа, пожирая тонкую книжку глазами, пока хозяин дома медленно попивал Брэнди. Глаза Эрасмуса были широко открыты, когда он поднял их, но вскоре сузились, когда его разум перешел к следующей задаче. А какие у нас гарантии, что его метод откроет дверь? Никаких. Язык ученого увлажнил его губы, пока руки держали открытую книгу, слегка дрожа от напряжения, в котором он был. Все еще... Это слишком значимый шанс, чтобы его упускать. Библиотека, где можно найти даже потерянные священные книги, стоит любых средств. Рэндалл кивнул в знак согласия. Его ум помогал скрыть свое желание искать тексты более простые и могущественные. Я рад, что вы согласны, так как я надеялся на вас в вопросе поиска нужных реагентов. И раз мускивнул, сделка честная. Только потрескивание огня прерывало молчание, пока он размышлял о том великолепном приключении, что ждет его. Рэндалл просто радовался тому, что его гость оказался так сговорчив в вопросе помощи с оплатой. По правде говоря, однажды ранее он уже совершал это путешествие, один, втайне, огромной ценой. По его расчетам, он потратил месяцы там, пока его продовольствие не кончилось, ему не пришлось отступить через дверь. Как горько он сокрушался, когда дверь закрылась за ним. Он так и не открыл знания, которые искал, хотя то, что он нашел, соблазняло его куда сильнее. Слухи о человеке, который превзошел свою смертность и преодолел великую тень смерти, наполнили ум Риндала. По крайней мере, у него будет второй шанс узнать эти тайны. При дворе повешенного короля. Поветрие при дворе повешенного короля. Перевод. Его книга. Его книга. Почему он отдал свою книгу? Эта была больна, хоть она не понимал чем. Вздымающаяся грудь. Потеря удовольствия от любовников. Глаза расфокусированы. Что-то было здесь не так. Что-то было не так. Что это было? Что это? Ссадины. Кровь. Резкие круговые движения слишком близко к острой кромке каменного помоста. Это то, что он знал, как исправить. Его коготь выдернул сумку из его полуночного оперения. Знакомый хруст. Его лапа проникла внутрь. Книга. Где она? Она всегда тут. Всегда тут. Растерянное карканье непроизвольно вырвалось из его клюва. Кокси в ярости рыли хлам в сумке, раскидывая в стороны стеклянные трубки, марли и разные щипцы. Как много раз я проделал это. Непрошенная яркая мысль нашла путь в его разум. Его фигура поникла, пронзенная знакомым привкусом бессмысленности и отчаяния. Приятная кожа так и не коснулась его лапы. Удрученный он вынул острую иглу, за которой тянулась черная нить. Затуманенный разум не мешал опытной руке и кровь в женщины больше не растекалась. Тем не менее, его взгляд остановился. Что-то с ней было не так. Он не мог нащупать это своими пальцами. Болезнь, болезнь. Он ушел с площади прочь от Оргии, спасаясь от этой болезни. Лекарства, лекарства, нет лекарства, нет книги, нет лекарства. Его когтистые лапы скребли стены, пока он искал свой путь через искаженные улицы к скрытому залу, куда приходили на отдых искатели знаний Аллагады. «Они видели, как он вошел. Такие яростные глаза. Это черная кровь, капавшая из его побитых когтей. Покажи ему свои дневники и записи», – сказал один мужчина в капюшоне другому. «Их костяные маски и черное одеяние были им в новинку. Они появились после прохода через алхимические врата Лондона. Он не оставит их себе. Он так часто делает. Он безвреден. Просто дай ему понять, что у тебя нет того, что он ищет». Старый человек начал быстро перемещаться среди прочих собравшихся, чтобы предложить небольшую библиотеку из своего мешка. Атмосфера чуда и веселья улетучилась, когда мужчина смотрел, как пернатое черное чудище драло его записи, просматривая безумными глазами каждую страницу. Не имея ничего сказать, небольшая группа чужестранцев неподвижно наблюдала за монстром, который иногда вскрикивал. «Книга? Болезнь?» Они смотрели, как он отбросил в сторону последнюю книгу со злыми звуками и, похоже, впервые заметил других людей в комнате. «Доктор Хам?» Вопрос прохрепел внутри него. Он наклонил череп в сторону докторов. «Нет, доктор Риндл», старик представился, «и доктора Эрасмус и Ордене. Мы пришли сюда из города, что называется Лондон, а это все книги, что у нас есть». Риндл замолчал в неловкости и момент растягивался всё сильнее и сильнее. «Болезнь?» Протяжно произнес он. «Сам, похоже, не понимая этого. Они отошли, разделившись, когда он начал преследовать их. Пустые глаза, белые капельки в чёрных дырах. Единственная плоть на черепе изучала их маски. Орлиный клюв проносился вблизи их глаз. Лаванда в их масках едва защищала от нечистых паров, что шли от твари. «Мы просто пришли сюда учиться и не хотим причинить вреда. Мы люди науки и медицины. И бога», — добавил первый представившийся человек. «Конечно», — продолжил Риндл. «Возможно, мы поможем вам найти вашу книгу, что вы ищете. У нас есть доступ в огромные книжные магазины в ло». «Книга, книга, не книги, книга», — перебило чёрное существо. Его разум был затуманен, и он издал долгий вздох, не в силах подобрать нужные слова, не в силах найти подходящую мысль. «Мне нечем у вас учить. Собирайте свои вещи и уходите из моей обители. Вон, вон». При каждом новом вопле разлеталась слюна, а отверстия для глаз сжимались сильнее. Оставшийся один, он начал задыхаться от одиночества. Его разум снова забрался в другой мир, преследуя это имя. Хам. Доктор. Да, так они его называли. А ещё и другие вещи. Номер. Но прошло уже слишком много времени, и он всё забыл. Он стоял. Он впадал в оцепенение. Его глаза впились в его когтистую лапу, испачканную чёрным. Так сильно, что она казалась красной. Потрясённый, он терял себя во мгле. Запах горящих свечей, мускусный аромат старых бумаг, неприятный запах плесени. В какой-то момент это было всем, что он знал. Наконец, доктор обнаружил себя поднимающимся по лестнице, идущим за своим прошлым. Его книгу забрали. Он отдал её. Он закричал прерывистая кар и упал на колени, начав рыться в своей сумке. Может, он просто не заметил её. Он рылся отчаянно, но безрезультатно. Рухнув на лестницу в сотнях метров над белой гранитной площадью, он бросил короткий взгляд на извивающиеся формы, закрученные в их вечной оргии. Болезнь? Болезнь? Но почему? И как? Как я вообще собираюсь это исправить? Его шея вытянулась, чтобы получить лучший обзор. Земля, казалось, повисла над миром. Или, возможно, это он взирал с высоты. Как много раз он читал эту книгу. Как долго я тут пробовал, что всё забыл. Он даже не мог сказать, сколько он сидит на ступеньке. Невыразимо жалкое зрелище. Он повернулся на звук костистых шагов позади. То, что он и видел, бы разбило разум существа попроще. Возможно, бы и его сломило. Но он не боялся встречи с жуткими вещами. За ним, в пролёте лестницы, он мельком увидел чистую тьму. Над ней, под и вокруг, было жёлтое небо двора повешенного короля. В ней же был мучительный плач. Серафим лорда страдания произнёс. Чёрный лорд внял твоим просьбам, своим сердцем лишённым сочувствия, том, что ты ищешь, потерянные воспоминания, а взамен ты заплатишь своим служением. Сможешь вынести его присутствие и познаешь саму суть хирургии. И они пошли вместе во тьму. Субтитры создавал DimaTorzok